Здравствуйте дорогие друзья! С вами снова Елена и наша занимательная астрология. Сегодня разбираемся кто мы. Для того чтобы понять кто мы такие, мы берем год рождения ваш и 12 знаков зодиака прилагаются автоматически. Что получается из этой конфигурации, какие союзы счастливые, какие не очень, какие у нас характеры. Буквально в двух словах для обзора я вам приготовила. В этом видео будет три года рассмотренных год кролика, год дракона и год змеи. Я думаю что это будет интересно, а самое главное кратко. Это для ознакомления. Если нужно, потом будут более расширенные варианты. Но для затравки хватит того, что мы сегодня с вами обсудим. Но прежде чем я перейду к теме нашего разговора, как всегда величайшая благодарность тем кто поддерживает канал. К сожалению, русские карты временно для меня стали недоступны. Так случилось. У меня всего на все остался PayPal, а это только валютные вливания. И украинские карты, и криптокошелек, который я прикрепила по просьбе тех, кто считает, что он должен быть. Так что все это, все что осталось, к сожалению. И я дорожу каждой копейкой, которая заходит. Потому что для меня это смертельный номер сейчас выживать войну. В Харьковской области заработков не осталось. Война все поглотила. И я завишу только от донатов, которые, собственно говоря, мне доходят. Спасибо хотя бы, что вы меня не бросаете в трудную минуту. Я вам точно могу сказать, что померанг добра, который вы запускаете, возвращается к вам добром. Я больше чем уверена, что в вашей жизни тоже появятся дополнительные возможности заработать, какие-то счастливые моменты. Так бывает, когда ты запускаешь добро, добром к тебе это все и отыгрывается. По-другому не бывает. Кармические законы мироздания никто не отменяет. Запустил добро, получил добро. Запустил зло, получил зло. От меня ждал, где реквизиты под каждым видео банковские. Ссылка на гадание МО и Сонник. Если не открывается, возможно, потребуется VPN. Регистрация сайта украинская. Ну и помните, что на канале более 2000 видео. Для удобства расложены плейлисты. Карма имени, занимательная астрология, астрология для начинающих, психология, совместимость любви, сад, огород, кулинария. Дача моя в полном объеме там показывается. Смотрите, мне будет приятно, если я окажусь вам полезной. Ну а теперь к тому, что было обещано. Годы и знаки зодиака. Итак, кролик. Мы начинаем с года окатали кролика и овен. Сочетание достаточно бодрое получается. И овен добавляет кролику эмоциональности, экспрессивности. Но, к сожалению, настроение становится исключительно нестабильное. То они плачут, то они смеются, то они улыбаются, то они огорчены. Это и сдержки этого союза. Овен здесь развивает свои амбиции, поэтому для людей, рожденных в этом союзе, успех в жизни – это самое главное. Но я вам могу сказать, что не считаю, что это хорошо, но склонность рисковать по поводу ИБЕС тоже прилагается к этому союзу. Поэтому, конечно, желательно не безумствовать. Риск хорош, но в дозированных, продуманных вопросах. А не просто сам по себе, потому что хочется развернуться на полную катушку, а думать совершенно не обязательно. Кролик-телец – зацикленный на материальном человек. И не потому, что он любит деньги, просто аж трусится. Но склонность к комфорту, к красивым вещам, желание окружить себя подобными вещами. Здесь производит неизгладимое впечатление. Отказаться от этого человек, рожденный в этой паре, ему достаточно сложно. Поэтому, глядя на то, как он усердно окружает себя подобными всякими безделушками, украшениями, красивыми дополнениями к интерьеру, многие думают, что он просто зациклен на материальном. А это просто желание жить красиво и окружать себя красивыми вещами. Что касается характера, к сожалению, эта пара необыкновенно хвастлива. Она любит похвалиться своими достижениями, показать всем, что у меня есть. И на словах бывает многоякает и распространяет в себе слухи, как о каком-то великом существе. Хвастается хорошо, но в вашем случае это является недостатком. Так что надеюсь, что вы с ним поборетесь. Кролик-близнецы. К сожалению, на первый взгляд, людей, которые с вами знакомятся, вы кажетесь им слишком поверхностными и слишком, так сказать, беспокойными, какими-то нервическими. В общем, легкими взаимоотношениями с вами их точно не назовешь. Людей в некотором смысле раздражает слишком ваша артутность и подвижность. Трудно разобраться, почему у вас негативное первое впечатление. Никто не хочет заглянуть в вашу душу, а ведь там очень много интересного. У вас аналитический склад ума, и вы исключительно наблюдательны. И при всей своей непосредственности, летучести и какой-то непонятости сразу со стороны окружающих, вы очень внимательно наблюдаете за этим миром и имеете по поводу него свое собственное мнение. У вас некоторый присутствует снобизм, правда, в жизни. Вы хотите казаться людям утонченными, элитарными, такими, собственно говоря, богемными. В некотором смысле это ваше решение. И еще вам дается дар убеждать людей. Ну, это очень здорово, в принципе, близнец дает вам возможности через коммуникации порешать свои проблемы, что это тоже совершенно неплохо. Так что это сочетание вполне счастливое для вас. Кролик-рак. Очень хорошее сочетание для кролика. Здесь совпадает очень многое. Любимый дом, родной, бережное отношение к семье, добросердечное отношение внутри дома. И рак, и кролик в этом смысле единодушны. Поэтому эти качества удваиваются. В результате получаются милые, добрые и гостеприимные люди. Что ж, это очень хорошее сочетание. Я поздравляю вас, если у вас это возникло. Вы семейные эльфы и поборники всего, что касается семьи. Кот или кролик-лев. Сочетание достаточно сложное для самих людей, хотя они этого не замечают. Гораздо более это заметно со стороны. Им трудно ограничивать себя. Они живут на пополной программе и хотят абсолютно всего. Запретить себе чего-то хотеть и этим обладать, им практически невозможно. Поэтому удержу им нет и меры во многих вопросах они просто не представляют. Очень любят выпячивать себя в этом плане, конечно, их склонность к помпезности и величие собственной натуры удивляет окружающих. Но, тем не менее, по-другому эти люди себя не воспринимают и общество не позиционирует. Так что при всем величии натуры, которые эти люди не скрывают, они иногда их слишком много в этом смысле для окружающих. Но, тем не менее, благодаря своему великодушию и хорошим манерам, которые прилагаются, эти люди все равно считаются достаточно приличными и приятными в обществе. Насколько человеку тяжело или легко живется в этом сочетании, я думаю, что вы напишите комментарий. А я стремительно двигаюсь дальше. И у нас кролик-дева. Дева дает кролику в данном случае свой аналитический ум. А кролик, в общем-то, сохраняет свою природную осторожность. Но при сочетании этих качеств получается достаточно неспокойный характер. Но поскольку, как ни крути, кролика-девы, в принципе, мудры и наблюдательны, они всегда находят выход из достаточно сложных ситуаций и умеют любую проблему разложить по полочкам благодаря аналитическому уму. Так что в деловом смысле это очень хорошее сочетание для кролика и дает ему стабильность и хорошую мозговую деятельность. С такими задатками он никогда не пропадет. Кролик-весы. О, это мы пришли к аристократам и рафинированным личностям, которые хотят многого в этой жизни. Не имеют ли вопрос отдельный, но мечтать об этом никто не запретит. В любом случае, они любят только все самое лучшее, изысканное, так сказать, дорого-богато. Это тоже из этой же оперы. Поэтому можно сказать, что это достаточно экстравагантные личности. Удивительным образом только это сочетание делает весы необыкновенно работоспособными. Понимая, что все, чего хочется, само в рот не сыпется, в этой паре весы начинают быть необыкновенно трудоспособными для того, чтобы добиться желаемого. Самое главное, чтобы было желание и цель, к которой стремится. А работоспособность прилагается автоматически, потому что этого настолько хочется, что работается буквально в три смены. Так что в данном случае союз получается достаточно интересный. Во всяком случае, весы здесь приобретают дополнительный, так сказать, атомный генератор для своей трудоспособности, а это совсем и неплохо. Кролик-скорпион. Эта пара удивительным образом уходит в сексуальную сферу. И можно сказать, что потенциал кролика сам по себе, так сказать, он расположен к сексу. Кролики – это не только ценный мех, но и большая страсть к сексуальным приключениям. Получая сексуальную энергию скорпиона, здесь все это, в принципе, утраивается и здесь стеряется. Поэтому этот человек много думает о любви, о страсти, и очень страстен с теми, с кем положено, со своими близкими, любимыми. Так что скучно с ним в постели не бывает. В остальном очень дитильный, ревнив, в опасности им мобилизируется и ведет себя зачастую именно по линии скорпиона. Так что, если вам интересно, проанализируйте поведение скорпиона. В этой паре скорпион влияет достаточно активно. К сожалению, могут возникнуть не очень хорошие качества, которые бы хотелось, чтобы не было. Излишне может быть педантичен, просто до маразма, чтобы носочки и туфель смотрели на юго-запад, а если чуть-чуть в сторону, то конец света наступил. И лживость может появиться, а это уже никуда не годится. Надеюсь, вы счастливо обойдете эти ловушки. Кролик-стрелец. Стрелец поддает огонька нашему осторожному кролику и заставляет его думать о приключениях, о всяких вояжах, экзотике всякого рода. Так что это такой путешествующий и смелый, отважный кролик, которому в жизни оказывается много чего интересно, помимо его горячо любимой норы. В поведении кролика появляется дополнительная простота, так сказать, которая хуже воровства. Поэтому можно сказать, что дипломатичности, так сказать, тонкости в изощренности поведения этому человеку явно не хватает. Но зато у него появляются те качества, которых у него до этого и не было. Он становится необыкновенно страстным, верным другом, и отчаянным любовником. Поэтому в данном случае я думаю, что для разнообразия кролику здесь привиты стрельцом качества, которых у него от природы нет. Ну а если они счастливо, так сказать, уживаются, и жизнь кролика становится более интересной благодаря стрельцу, значит, все исключительно здорово. Но все-таки дипломатичности было бы неплохо в себе воспитать, вот, потому что простота хуже воровства, но нельзя же, собственно говоря, совсем отсутствие манер демонстрировать миру. Кролик-козерог. К сожалению, не очень приятное сочетание, потому что здесь кролик, который обычно тактичен, дипломатичен, внимателен к окружающим, превращается в достаточно брутального, можно сказать, бесчувственного и бесцеремонного человека. Так что в этом смысле как бы не очень-то оно все и здорово. Но является ли он таким на самом деле? Нет, конечно, дорогие мои друзья, но почему-то при первом знакомстве именно на это обращают внимание и считают, что он, в общем-то, как бы в этом плане человек тяжелый. На самом деле внутри он исключительно добр, вот, приятен во всех отношениях, но это внутри. При первом знакомстве он как бы ведет себя достаточно отстраненно, вот, несколько грубовато, поэтому тем самым может оттолкнуть. Доброта, заботливость, внимательность, которую он имеет в полном объеме, в основном обращена не во внешний мир, а во внутренний. То есть к своей семье и тем, кого он любит, он относится очень заботливо, нежно и очень является добрым детям, старикам и всем, кого нужно опекать. Поэтому в данном случае, как говорится, вот это двоякое впечатление, первое знакомство и то, каким он является на самом деле в семье, это как будто мы говорим о двух разных людях. Хорошо это или плохо, пусть мне напишут в комментарии те, у кого кролик и козерог составляют жизненно важную пару. Кролик-водолей. Для кролика достаточно интересный союз, не буду говорить, потому что сочетание водолей и кролик рождает настоящего интеллектуала. Он стремится к знаниям, он бесконечно читает, ему многое интересно. Книга его, так сказать, друг на перстник брата и сестра. Поэтому в данном случае у этого человека большой интеллектуальный запас, с ним есть о чем поговорить. Он изобилует знаниями в разных сферах жизни, поэтому является очень интересным собеседником. Однако прорваться к тому, чтобы с ним побеседовать достаточно сложно, потому что проявляется некое недоверие к людям и желание держать между ними дистанцию, не приближая их к себе, это любимое занятие кролика-водолей. Не надо, пожалуйста, к нам лить душу. В душе у нас много чего интересного, но не для каждого всякого, кому до этого есть досуг, так сказать, покопаться. Так размышляет водолей, и дистанция его сохраняется по отношению к людям. Они иногда на него за это обижаются, но для него это образ жизни. Кролик-рыба. Рафинированные, аристократические, артистичные, получаются у нас тролики в этом сочетании, достаточно общительные, и успех их ожидает в сфере творчества и искусства. Это дар от рыб нашему кролику. Ну, а, как говорится, быть расслабленным, аристократичным и рафинированно-артистичным, это, так сказать, способ себя предъявлять людям. Что ж, хорошо это или плохо, вопрос отдельный. Если, конечно, под это еще подложена материальная база, то можно быть и артистом-аристократом. Помимо творческих способностей, которые дает рыба кролику для того, чтобы заработать себе на хлеб насущный, она дает ему всевидение и всезнание. Интуиция у этой пары работает исключительно хорошо, до такого размера, что среди них встречаются настоящие экстрасенсы. Так что здесь рыба очень удивительным образом отыгрывается в судьбе кролика. Ну что ж, благословенный кролик отправился прыгать на лужайках, наведать себе жирок. Перед нами расположился дракон с его зодиакальными парами. Дракон Овен. Казалось бы, должно быть все здорово, поскольку перед нами откровенный энтузиаст бросается на любую амбразуру. Сделать первый шаг для него никакая не проблема. Вот только начав дело, закончить его до конца ему бывает достаточно сложно. К сожалению, эта пара вызывает еще приступы эгоизма, которые искоренить бывает достаточно сложно. Поэтому можно сказать, что эти драконы Овны живут бурно, весело, активно, сочно, ярко. Но вести себя с людьми могут все-таки высокомерно, до наглости. А это не есть хорошо. Так что, дорогие мои друзья, пара достаточно бойкая. Вот только вопросов к ней остается немало. Дракон Телец. Очень, кстати, продуктивная пара, которую равновешивают недостатки друг друга достаточно активно. Прежде всего, это энергичная парочка. Умеет завершать начатые дела. И легко достигает славы и успеха, которые им необходимы за счет того, что он начав дело, заканчивает его до конца. Это раз, это благодаря Телцу. Имеет необыкновенное трудолюбие, дисциплину. И в данном случае Телец. Здесь Дракону служит очень удачную службу. Так что, считаю, этот союз очень хороший. Дракон Близнецы. Ну, здесь Близнецы получают над Драконом определенную власть. Можно сказать, что это хитроумный, ловкий, с хорошо подвешенным языком Дракон, который легко и непринужденно движется по жизни. Он легок на подъем. Ему многое интересно. Он ко многому стремится, много знает и читает. А благодаря тому, что Дракон ему дает определенную силу и мудрость, то в данном случае обвести его вокруг пальца невозможно. Он видит людей насквозь, особенно тех, которые к нему лезут с мошенничеством и прочими историями. Так что против них имеет определенное противоядие. Дракон Рак. Он очень широко мыслит и очень глубоко чувствует, но настолько глубоко, что бывает слишком чувствительным. И это ему мешает жить. Рак уравновешивает неспокойный характер нашего Дракона и делает его более, так сказать, спокойным, более осторожным и менее буйным. Поэтому для Дракона это, скажем так, сочетание достаточно интересное. Это мой взгляд на вещи, дорогие мои друзья. Но вы, находясь в этой паре, если напишите пару слов о том, как вы себя оппозиционируете, это будет вообще, так сказать, у нас бестселлер. Так что надеюсь, что вы все-таки среагируете в комментариях на эту информацию. Дракон Лев. Скажем так, несколько воскомерен и слегка эгоистичен, но тем не менее, к тем, кому жизнь повезло меньше, чем ему, бывает достаточно щедр и считает, что помочь таким людям для него дело чести. Так что в этом плане он хорош. Зато необыкновенная страсть быть в центре внимания здесь отыгрывается в двойном размере. Дракон тоже не прочь блеснуть чешуей, а уж что про Льва, мы стыдливо умолчим в буфете, он вообще любит быть в центре внимания. Поэтому здесь это все удваивается. Это публичная личность, которая желает славы и очень открыто. Так что в данном случае, ну и ничего страшного. Если есть за что похвалить, почему не похвалить этого прекрасного человека? Дракон Дева. Самый реалистический дракон, которого можно себе представить. Конечно, он внешне может показаться достаточно грубоватым, отстраненным, излишне критичным, каким-то слишком сосудом самим в себе, слишком осторожным, слишком, в общем-то, ну как бы всего у него там слишком, слишком дисциплинированно. Но с другой стороны, могу сказать, что он руководствуется благими намерениями. И даже если вам его слишком, помните, что он работает над вами, потому что хочет сделать вас лучше. Дракон Весы. Добавка Весов к Дракону делает Дракона самым утонченным и самым интеллигентным. Для него он важен стиль, аккуратность, ажур, который он распространяет. Все должно быть изысканно, прекрасно, деликатно. В общем, так сказать, все самое лучшее должно принадлежать мне. Дракон весьма и весьма рафинированный. Ну что ж, дорогие мои друзья, ничего страшного. Если Весы таким образом уравновешивают Дракона, пусть будет так. Дракон Скорпион. Ой, эта парочка заявляет о себе очень интересно. Это самый страстный, решительный и самый непредсказуемый Дракон. Так что, что он может мочить, не знает он сам. У него самый сложный характер из всех Драконов. Он никогда не сдается и никогда не идет на компромисс. Поэтому он прямо линейен до невозможности. Это, кстати, не лучшее качество, потому что иногда нужно проявлять деликатность, гибкость. Об этих гибких историях этот Дракон ничего не знает. Поэтому с ним сложно строить взаимоотношения, с ним нелегко жить. Да и ему и самому бывает, как говорится, шишки прилетают из-за его негибкого характера. Дракон-стрелец. Это Дракон-весельчак. Дружелюбанный, относительно спокойный, оптимистичный и веселый Дракон, которому много чего интересно, а легкий на подъем. Любитель путешествий, красивой жизни, веселых пирушек, встреч с друзьями. У него масса всяких затей, которые делают его жизнь интересной. Он честен и приятен в обращении и невероятно гордится тем, что может договориться с кем угодно, о чем угодно, и всегда в этом плане достигает успеха. Это самый рискованный Дракон. Он любит рисковать, но по-крупному. Полюбить так королеву, проиграть так миллион. Но желательно, конечно, не проиграть, а выиграть, скажем так, для этого Дракона. Дракон-козерог. Создает двоякое впечатление о себе. Внешне он может кому-то казаться слишком честолюбивым и грубоватым, отстраненным, но это панцирь, который этот Дракон предъявляет миру. Нечего знать о том, что внутри я добр, прекрасен, нежен и чувствителен. Об этом знают только те, к кому я поворачиваюсь с этой стороной. А вам, дорогие мои друзья, отстраненностью, грубостью некоторой, для того, чтобы вы не докопались до моих нежных глубин. Так что о чувствительности, сострадательности и нежности, которой может похвалиться этот Дракон, знают только избранные. Могу вам сказать, что у него масса привлекательных черт. Необыкновенное трудолюбие, ответственность, благоразумие. Это все дары от Козерога, которые делают Дракона более приземленным, но необыкновенно дисциплинированным и добивающимся своих целей. Вот только периодически Козерог все-таки слишком перебарщивает в характере этого Дракона, и тогда проявляется невероятное упрямство и властность, которые, собственно говоря, являются чисто Козерогами и недостатками. Носиться с этим не стоит, нужно с этим бороться. А так, в основном, это вполне успешная, благоприятная пара для нашего Дракона. Дракон-Водолей. У них двойной подход к жизни. Обычно людям они показывают, что они великие оптимисты, необыкновенно веселые люди, такие, так сказать, общительные, по-небратски, в общем, все здорово и замечательно. На самом деле, это только внешняя подача себя окружающим. Главное, чтобы костюмчик сидел и никто не догадался, то в глубине души эти драконы часто грустят и носят пессимистические мысли, но это все внутри. А людям я такой замечательный, прекрасный, у меня всегда хорошее настроение, а в глубине души грустят и расстраиваются. Иногда водолеи проявляются у этих драконов в неожиданных поступках, которые себе они позволяют. Вдруг начинают эпатировать публику, шалить и творить чудеса, только потому, что водолею пришло время избавиться от пессимизма, который внутри, это его способ, так сказать, повеселиться у себя. Прийти в сандалиях на званный прием и прочее может позволить себе этот дракон под эгидой водолея. Дракон рыбы. Спокойный, мудрый, сострадательный и очень пронетасательный дракон. Мудрец, советчик. Это как раз та ипостась дракона, которую приходят все добрые молодцы на совет и получают дельные рекомендации. Дракон-мудрец. Это очень проницательный, как вы поняли, и очень практичный дракон. И при этом, что, как говорится, неожиданно, необыкновенно артистичный. Он много знает, он много читает, у него много творческих талантов, в которых он развивается и, соответственно, получает вдохновение для своей души. Ну что ж, прекрасное сочетание для нашего дракона. И вот наш дракон поднялся на крыло и отчалил, а на арену вышла змея. Попробуем разобраться с ней, кто мы такие, если к нашему году добавляется 12 знаков зодиака. Начинаем, как всегда совно. И если овен добавляется к нашей змее, которая, по сути своей, является тоже огненным знаком, так получается, соединяются два огня. И маленькая змейка превращается в грандиозного питона, с которым шутки определенно плохи. овен змея талантлив, умен, импульсивен, но с ним надо быть поосторожнее. Во врагах к нему ходить не нужно, потому что привычки питона знают все. Чуть не по его скрутил с петлю и выдавил, как говорится, ненужную бумажку. А в результате, как говорится, ну, а результата говорить мы здесь не будем. Они лежат на поверхности, ничего хорошего из этого не выйдет. Так что с этими людьми надо вести себя поосторожнее. А вентилец, ой, вернее, вентилец, змеятелец это медлительная змея, спокойная, но необыкновенно трудолюбивая. Отличается необыкновенной верностью, сообразительностью и практичностью, которой и должен. Умеет зарабатывать деньги, но слишком медлительно, как считают окружающие. Змея-близнецы это подвижная змейка, необыкновенно легкая на подъем, красноречивая, эрудированная, умеющая себя подать, артистичная, приятная во всех отношениях, через коммуникацию, разговоры, решает многие свои проблемы, налаживает отдельные контакты, умеет ладить с людьми, умеет достучаться до их сердца. Так что в этом смысле проблем у нее нет. много читает, исключительно эрудировано, можно побеседовать совершенно на любую тему, и жажда знаний в ней не заканчивается никогда, всегда запасается дополнительной информацией, читает информацию на разные темы, и в этом ее преимущество, сила, и слава Богу, что она у нас такая подвижная, замечательная и юркая. Змея-рак. Достаточно приятное сочетание имена для рака в данном случае, потому что раки подвержены депрессии, а змея здесь в данном случае добавляет приличную дозу оптимизма, поэтому в этой паре живется легче раков, он не страдает от постоянных бесконечных перепадов настроения, как-то ему в этой паре повеселей. Рак-змея в состоянии проанализировать свой характер, прекрасно знает свои недостатки и имеет возможность и силу с ними бороться, поэтому делает свою жизнь исключительно счастливой. И в данном случае, как говорится, если пил себя собственными руками, это как раз про змею рака. И очень здорово, что она себя может доводить до полного совершенства без ущерба для собственного здоровья. Честь и хвала змея-лев. И вновь встречаются два огня, огонь змеи и огонь льва, но здесь это идет исключительно на пользу, потому что перед нами появляется энергичное и при этом уравновешенная личность без перегибов, так сказать, когда огонь определенно заносит. Змеи-львы любят приключения и соревнования, в которых, конечно, желают выигрывать. Любят быть в центре внимания, любят блистать. Ну что ж, змеи есть, что предъявить миру. в данном случае здесь вполне, как говорится, все приятно, солидно и интересно. Змея-дева. От практичности девы мало чего остается и эта змея начинает трансформировать саму себя в тех чертах, которые, собственно говоря, деве совершенно не присущи. Эта натура становится утонченной, стильной, порой чересчур даже театральной. Деве это вообще не свойственно, но здесь змея берет над девой определенно вверх. Единственное, где дева здесь отыгралась, это в том, что эта змея исключительно меркантильная и расчетлива и многие вопросы решают именно с точки зрения а насколько это полезно мне. Поэтому в данном случае вот завышенная практичность и зацикленных на деньгах это то, что здесь трансформировалось от девы. Также дева отыгралась в том, что эта змея очень осторожна во всем, что является делами сердечными. Она не очень понимает как себя вести в этих вопросах, поэтому считает, что поосторожничать лучше там, где не понимаешь все специфики любовных приключений. Это, пожалуй, тоже от девок, которая тоже в делах сердечных бывает исключительно осторожно. Лучше перебдеть, чем недобдеть в данном случае. А стоит ли доверять этому человеку и так далее. У этой змеи масса всевозможных вопросов, которые мучают. Вместо того, чтобы наслаждаться любовью и поверить, что это счастье, она начинает придумывать массу ограничений для саму себя. А вдруг это не то, а вдруг это не это, ну и так далее и тому подобное. Так что для девы тоже любовная история за семи печатями во многом. Поэтому в данном случае в делах любовных как на минном поле. Идем и осторожничаем. Змея весы очень идеалистическая за счет весов и при этом мудрая змея вот компромиссная деликатная гибкая понимающая что такое так сказать не лобовая атака так сказать извилистая дорожка но та которая тоже приводит к успеху. И все же веса змеи весы змея это очень магнетическое сочетание которое дает необыкновенный шарм привлекательность так что для общения с предположим поэлом здесь открываются дополнительные горизонты. Из приятного могу сказать что эти змеи исключительно вежливые дипломатичны вот как бы обладают непревзойденным вкусом и любят все красивое вот наверное привлекательная внешность симпатичная и казалось бы совершенно безобидная но это до тех пор пока вы ее раздразните тогда она превращается в атакующую кубру и укус будет для вас вполне смертельный так что не надо ее раздражать и по причине и без таковой смея скорпион спортсмен для которого соревнований превыше всего он соревнуется по поводу и без он всегда находится в состоянии спора он все время наберет кого-то на слабое ему все время надо доказывать что он во всех местах чемпион даже в тех местах где это совершенно неуместно эта парочка дает змея скорпиону внутреннюю скрытность он постоянно находится как сжатая пружина внутри себя соревнования это его способ жить а внутри он все время находится в состоянии наблюдения где опасность все время ее ожидает и готов выстрелить в любой момент в гниве это самый грозный вариант нашей змеи поэтому могу сказать что если его раздразнить перед нами возникает самая ядовитая змея на свете которая будет жаждать вашей крови и найдет возможность вас укусить так чтобы от вас мокрого места не осталось поэтому с этими змеями надо быть исключительно поосторожнее а что там со змеевой стрельцом это очень интересный вариант и прежде всего мы имеем дело со самой щедрой змеей из всех перечисленных змей она морально выдержана социально ответственна открыта для общения в общем вполне себе благополучная змея но некоторая ленивость прилагается автоматически эта змея не любит напрягаться и по поводу и без любит разнообразие во всем поэтому стрелец здесь как ни крути все-таки отыгрался жить красиво никто не запретит весело тоже путешествовать разнообразное все встречать и наслаждаться этим разнообразием здесь стрелец продолжает этой змеи навязывать определенный образ жизни так что если есть возможность жить красиво весело и дорого богато эта змея от такой жизни никогда не откажется змея козерог это сочетание слишком гиперболическое для нашей змеи что происходит решительный властный козерог и амбициозная змея дают серьезный союз а в результате получается материально озабоченная и с раздутым стремлением к статусу личность для нее важно все что связано с деньгами а также с ее положением в обществе без этого как говорится счастья не видать поэтому имеем дело с хорошим добытчиком и кормилицем семье который все время кует золотую монету дисциплинированный ответственный рвущийся вперед желающий потешить свои амбиции заручиться властью которая для него исключительно важна ну что ж он имеет право на свою жизнь для многих он кажется суховат и слишком зацикленным материальным но это его единственный возможный способ жизни змея водолей про него можно сказать что он индивидуалист деятельный идеалист а также человек эзотерический многие из тайных знаний его интересуют философские течения для него очень важны он этим интересуется гадания предсказания и прочие истории исключительно для него важны и он верует в эти вопросы в данном случае а что касается его как говорится индивидуализма ну конечно прежде всего он думает о самом себе что тут поделать дорогие мои друзья и в некотором смысле это даже попахивает эгоизмом но такой этот человек при первом знакоме кажется слишком экстравагантным эксцентричным но тем не менее со временем в нем разбираются что помимо странностей которые людям кажется исходят от человека он умеет дружить он верует в эту дружбу и с ним приятно иметь общие дела поэтому легко обрастает друзьями и друзья высоко ценят эту дружбу змея рыбы многим эта змея кажется холодной самопоглощенной отстраненной не трогайте меня мне не до вас я от вас устал еще не успел так сказать приблизиться уже не желая с вами общаться так выглядит эта змея с точки зрения людей при первом знакомстве почему эта змея оставит между собой и окружающими барьер ведь она по сути своей добра может быть потому что она слегка труслива и просто не желает иметь дело с миром от которого приходит не только добро но и зло в том числе а может потому что она все-таки необыкновенная мечтательница за счет рыб и считает что лучше пребывать в своих мечтах а к миру повернуться своей бронированной чешуей пусть мир идет параллельно а в ее мечтах и иллюзиях все исключительно здорово это одна из самых мечтательных иллюзорных рыб в результате змей которые можно себе представить дорогие мои друзья это была маленькая теория так сказать капельная затравка для нашего материала конечно ваши комментарии будут бесценны это даже не обсуждается но если вы захотите мы со временем расширим эту характеристику но для того чтобы понять как отыгрываются знаки зодиака и как они меняют судьбу года я думаю все-таки я со своей работой справилась а с вами была Елена судьба и Продолжение следует...